Интеллектуально-правовой поединок белорусской столицы успешно завершился для команды старшеклассников средней школы номер 15. Герои всех времен, так назвали свою сборную ребята, заняли третье место на Республиканской Олимпиаде Фемиды. Состязание между учащимися специализированных правовых классов, школ, лицеев и гимназий уже много лет – важная составляющая работы Академии МВД. В нашем УРВД всем нашим сотрудникам, конечно же, очень приятно, потому что учащиеся средней школы номер 15 гражданско-патриотических классов заняли призовое место на Республиканской Олимпиаде Фемида. Одна из участниц была отмечена в номинации «Лучший знаток вопросов по обществоведению». Конечно, это очень нам нравится, это положительные моменты в воспитании будущих сотрудников силовых ведомств. Содержание правового форума для подрастающего поколения ежегодно обновляется и совершенствуется. Ужесточаются и требования к участникам. Конкурсантам необходимо не только досконально знать историю родной страны и владеть основами общества знания, но и обладать широким литературным и кинематографическим кругозором, творческими способностями и умением красиво и правильно говорить. Проделать огромную работу. На протяжении буквально двух месяцев ученики готовились к тестам, читали множество литературы, просматривали фильмы, отвечали. Мне было очень приятно работать с командой. Я получал огромное удовольствие. Многие вопросы они разбирали сами без моей помощи и, надо сказать, успешно. Ярко и аргументированно выступить, обладать большим интеллектуальным потенциалом, быть находчивым, остроумным, работать в команде, быстро схватывать суть вопроса и давать верные ответы. Этими навыками и умениями, уверены педагоги 15-й школы, их будущие юристы и следователи обладают в полной мере. Они у меня самые умные, самые интеллектуально развитые, они у меня самые грамотные, они самые эрудированные, они самые-самые. И учатся хорошо, они дисциплинированы, они ответственны, они активны, они переживают за общее дело. И я верю, что будущее у них сложится очень хорошо. Они достигнут всего того, что они замыслили. В достижении игрового результата важна роль каждого члена команды. Пока его одноклассники участвовали в БЛИЦ-опросах и дискутировали на дебатах, Максим Усов продемонстрировал безупречное ораторское мастерство. Я думаю, это необходимо абсолютно каждому, потому что все мы закончим университет и всем нам придется проходить собеседование. Для этого, естественно, нужно хорошо поставленная речь, для того, чтобы произвести впечатление на тех людей, которые будут сидеть перед тобой. Из года в год члены жюри Фемиды не устают отмечать высокий уровень подготовки мозорских школьников. Нынешняя Олимпиада – последнее выступление именно этого состава команды. Через несколько месяцев все ее участники станут курсантами или студентами. А пока по праву гордятся своими наградами. Специальный приз от жюри в номинации «Лучший артист» на Полесье увез Никита Пуринок. Почетную грамоту Министерства образования вручили Екатерине Можейко. Книгой о создании и деятельности уникального спецподразделения «Алмаз» награжден Павел Кузьмич. А памятными бронзовыми медалями – все мозорские герои. Главный приз, переходящий статуэтка богини правосудия Фемиды, второй год подряд отправилась в Витебское кадетское училище. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, Телеканал Мозырь.